Представляю вам Антона Боброва, компания Курус Консалтинг. Антон, прошу пройти. Коллеги очень плотно и системно работают именно над внедрением и корма совершения Bittrex 24 в частности. Антон поделится о том, что сейчас ждут клиенты от корпоративных порталов. Добрый день, спасибо большое за то, что у меня есть такая возможность выступить и поделиться информацией, которую мы получили за последние два года. Добрый день, спасибо. Клиентам, потому что они их точно интересуют. Итак, первый тренд – это юридически значимый кадровый документооборот. Сейчас в основном он выглядит вот таким образом – распечатал, подписал, отсканировал. На самом деле компании хотят использовать электронные цифровые подписи и тем самым снизить нагрузку как на сотрудников, так и на кадровую службу. Следующие процессы подлежат автоматизации полной. Если вы еще не работали с цифровыми подписями, то рекомендую уже это начать делать. Тренд второй – чат-боты. Я вот не знаю ни одной компании, которая у себя не попробовала запустить чат-бота или хотя бы не смотрела в эту сторону. Крупный интерпрайз абсолютно точно интересуется чат-ботами для автоматизации работы с CRM, сделать более простой доступ к информации, быстрой, для адаптации обучения сотрудников. У нас есть даже свое коробочное решение, например, для этого. Или для осуществления помощи. Это могут быть интерактивные помощники, которые могут рассказывать, как работать с какими-то бизнес-системами заказчика, другими, также и таскать, например, информацию с базы знаний. Еще один тренд – главная страница. Ни одного крупного корпоративного портала без главной страницы у нас не было. То есть постоянно просят сделать какую-то свою собственную. При том, что этот процесс напоминает двигание одних и тех же блоков. То есть давайте баннер передвинем влево, дни рождения вправо, но на самом деле блоки у всех одни и те же. При этом запрос на главную страницу абсолютно 100% у всех существует. Тренд номер 4. Социальная сеть больше не модна. Это так, вот как раз я говорю, первая стартовая страница у большинства компаний – это какая-то главная. Социальная сеть либо вообще выпилена, либо находится где-то очень далеко. С чем это связано? Большинство компаний не умеют, собственно, взаимодействовать с сотрудниками, и не все компании бирюзовые. И поэтому, ну скажем, то, что большинство сотрудников пишут, ни внутренние коммуникации, ни другая служба не понимает, как с этим работать. Много негатива, поэтому соцсеть зачастую выпиливают. Базы знаний. Практически в каждом проекте, да, компания рассматривает какую-то базу знаний. При этом начинается правильное осознание, что нам нужна не просто хранилка информации, а нам нужна система, которая будет сотруднику в нужный момент времени выдавать нужную информацию максимально быстро. То есть поиск немаловажный становится. Вот как раз один из примеров кейсов, который мы реализовали в этом году. Он себя очень успешно показал. Конкурировали с конфлюенсом как системой, но в результате разработали базу знаний именно в корп-портале. Управление портфелем проектов и проектное управление. Тоже еще один тренд. У нас очень много запросов идет на подобные разработки. Битрикс в типовом варианте не подходит для этого. Все хотят иметь полноценную карточку проекта. Соответственно, необходимые дашборды для управления проектами, ведение проектов по гибким методологиям и по ватерфоллу классическому. Соответственно, хранилище документов в удобном виде структурированном с привязкой, например, к этапам проекта и так далее. Тренд седьмой. Персонализация интерфейса и контента. Действительно есть такое. Разные интерфейсы в зависимости от роли сотрудников. Персонализация поиска – это абсолютно точно. И, например, геотаргетинг. Крупные территориально распределенные компании хотят выдавать именно ту информацию сотрудникам, которая им релевантна. И поэтому подобный запрос существует. Если его не осуществлять, то просто на все сотрудники теряют даже интерес к порталу. Тренд восьмой. Видеоконтент. Его становится все больше, и для этого нужны все больше инструментов. Во-первых, какой контент активно распространяется? Это блоги от топ-менеджеров, например, даже у нас на нашем корпоративном портале, который тоже, естественно, Bittrex сделан. Президент компании стал регулярно, и генеральный директор выкладывает какие-то видеообращения к сотрудникам, где он рассказывает, что произошло там за последнюю неделю, за последние две недели, какие есть важные события. И такой контент, он гораздо лучше воспринимается, потому что он эмоциональный, а не просто какой-то сухой текст. Почему видео стало популярным? Тут все очевидно, лучше восприятие улучшает результаты обучения и прочее. Аналитика. Тоже еще один из трендов. Все начинают мерить метрики. Не просто запускают свой корпоративный портал, а пытаются понимать, а что же на нем происходит. Меряют две штуки. Первая – это анализ поведения пользователей, то есть, например, кто самый активный автор, кто больше лайков ставит, кто много комментирует. И вторая часть, которую меряет, это оценка эффективности бизнес-процессов. То есть, например, условно, у нас он занимал раньше две минуты, теперь мы его сократили до одной минуты. Раньше пользователю было неудобно или вообще это было в ручном режиме. Теперь он удовлетворен и ставит высокую оценку результатом. В коробке ничего для этого на самом деле нет, и поэтому приходится все дописывать. Если у вас будут какие-то готовые решения, то это будет очень востребовано рынком. Digital Workplace, без сомнения. Все больше и больше интеграции. Bittrex 24 интегрируется с другими системами. У нас нет практически ни одного проекта, в котором не было одновременно интеграции с тремя-пятью информационными системами. То есть, понятное дело, 1С кадровые какие-то системы даже в расчет не берем, но все больше запросов на интеграцию с сторонними системами, в котором пользователям приходится работать. Тренд 11 – это уже скорее не про функциональность, а про сами проекты. Разработка с использованием фреймворков. Мы сами все чаще используем комбинацию из Bittrex, Laravel, Symphony View. В общем-то, это хорошо работает и дает несколько преимуществ. Во-первых, те решения, которые мы делаем, они работают очень быстро. Разработка тоже происходит гораздо лучше, и отладка гораздо лучше. Второй момент. Не все разработчики, наверное, те, кто с Enterprise работают, вообще любят работать с Bittrex. Есть своя специфика. А вот, например, когда идет связка Bittrex и какой-то фреймворк, то они, конечно, к этому гораздо лучше относятся и, в общем, проще найти кадры. Еще один тренд – это гос-аджайл. Такая терминология уже стала всем известной. Это когда сроки бюджет фиксированы, а вот мы хотим внутри все постоянно менять. И мы, в общем-то, успешно с этим работаем. Мы решили, что на самом деле это возможно, если ты используешь Agile и Scrum как методологию работы с задачами. То есть оттуда можно много чего подчеркнуть. Это утренние митинги, бэклог продукта, бэклог спринта, то есть какие-то короткие итерации. Но при этом мы успешно управляем, скажем, реализацией всей функциональности в установленные объемы и сроки. Поэтому учитесь использовать методологию с адаптацией. Тренд 12 – импортозамещение. Самая приятная такая нота. Microsoft SharePoint, goodbye. Это так. Все больше в крупных компаниях продолжается спрос на замену SharePoint на Bitrix. Связано это с несколькими вещами. Во-первых, тех, у кого нет подписки, они экономят на лицензиях в первую очередь. Во-вторую очередь это функциональность. Битрикс действительно развивается очень сильно, маркетинг очень сильный. И это видят клиенты и с удовольствием, конечно же, рассматривают платформу для замены. Плюс они понимают, что развивать свой корпоративный портал на платформе Bitrix24, скорее всего, будет гораздо проще, потому что больше разработчиков, они дешевле, ну и вообще много готовой функциональности из коробки. Спасибо. Спасибо, Антон. Коллеги, есть вопросы? Задавайте. Все было предельно понятно. Согласны со всеми трендами. А, вот вопрос есть, да, Ром. Антон, а что из Bitrix24 вы используете у своих заказчиков? Все, что вы назвали, это кастом полный. Абсолютно верно. Enterprise это и есть полный кастом. Мы используем админку, мы используем, как правило… Авторизацию и все. Ну, авторизацию нет, часто переписывать приходится. Интеграция с AD. Например, живая лента на самом деле нет. Ну, как ни странно, живая лента часто работает. Блок задач. Мы редко пишем собственные, мы берем именно типовые задачи и их дорабатываем. Вот такое действительно. Еще можно вспомнить, например… Задачами пользуются? Группа клиента ваших задачами пользуется? Конечно, конечно, пользуются. Конечно, по диску. А, вот, кстати говоря, еще тот функционал, который действительно часто заходит там с минимальными доработками. То есть, например, расширение карточки документа и поиска, но в принципе это типовой функционал. Дело в том, что мы сталкиваемся с тем же самым, когда выходим на крупных заказчиков. Вопрос постоянно задаем. А не лучше ли полностью свое решение писать, а не продавать ему эту платформу? Нет, абсолютно точно не лучше. То есть, во-первых, это получится дороже, и не факт, что действительно лучше. Другое дело, что нужно отталкиваться от бизнес-результата, а нет функциональности. То есть, если вы будете слепо думать, как вам реализовать социальную сеть под запрос клиента, там, под его хотелки, то вам придется живую ленту переписывать. А если у вас задача наладить внутренние коммуникации в компании и сделать там двухсторонний обмен информацией, то вы можете убедить клиента, что даже типовой вариант в том виде, как есть, эту задачу решит. То есть, выходить на другую плоскость. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? Есть вопросы? Давайте последний вопрос. Последний вопрос, да. Не выходи. Можно какой-нибудь реальный пример использования на проекте связки Bittrex плюс Laravel? Vue еще понимаю. Очень простой. То есть, например, разработка приложений, которые встраиваются в типовую функциональность. Одно из решений, которое у нас есть, это инструмент управления стратегией компании. Он как раз написан на связке. Есть Bittrex типовой портал, есть приложение на Laravel и Frontnavue. Соответственно, через API мы взаимодействуем с сущностями Bittrex и получаем, например, организационную структуру, задачи, проекты и прочую необходимую информацию, в том числе права доступа. Но все, что написано по нашей кастомизированной функциональности, вот оно сделано как приложение, встроенное в Bittrex. Если интересно, можем там подробно где-то в коридоре пообщаться. Покажу, как это выглядит. Антон, спасибо большое. Коллеги, к сожалению, нет времени больше на вопросы. Подходите ко мне вот вне и поговорим. Давайте поаплодируем Антону. Отлично. Спасибо. Спасибо.